Под чутким руководством Заремы Годоборшевой начинающие художники рисуют гранат в разрезе. Сначала обозначают контуры, затем прорисовывают по центру камеры, затем и семена с косточкой внутри. Передать строение фрукта на белом листе бумаги – задание не из лёгких. Дальше продолжаем в таком же темпе. Какое-то зёрнышко делаете побольше, а какое-то поменьше. Мастер-класс по рисованию собрал юных и талантливых со всего Назрановского района. Аниса Дзаурова увлекается рисованием с шести лет. В художественную школу не ходит, на мастер-класс пришла впервые. Тем не менее, показывает некоторые азы, которые уже хорошо освоила. Что у тебя получается больше всего рисовать? Ну, животных. Интересно, а какое животное? Я больше всех люблю кота рисовать. Что мне нужно сделать, чтобы научиться рисовать? Сначала надо с лёгкого начинать, потом сложнее и сложнее. Новые тонкости в рисовании для себя подмечают и ученицы Заремы, обучающиеся в Назрановской художественной школе. Дина Нальгиева познаёт ИЗОТ третий год. До тех пор набиралось навыков в интернете, просматривая обучающие видеоролики. Скажи, а как домашние относятся к твоему увлечению? Хорошо, но я начала рисовать в основном с лиц, персонажей, людей. Так как по исламу это запрещено, я хочу перестать рисовать лица и больше рисовать одежду. Талантливые люди, особенно художники, порой немногословны и скромны. Зарема Годоборшева яркий тому пример. Выпускница Ростовской государственной академии архитектуры и искусств. Преподает о зарисовании в Назрановской художественной школе. Проводит многочисленные мастер-классы по бисероплетению и изготовлению украшений из эпоксидной смолы. Её подопечные уже выставляют свои картины, а сама она продолжает прививать любовь к прекрасному начинающим талантам. Сегодня на мероприятии у нас собралось 14 детей разных возрастов. И так как я сама люблю рисовать, очень хочется с ними поделиться знаниями, научить их творчеству. Ну вот так, собственно говоря. Ещё в ближайшем будущем хочу открыть свою студию. И как-то хочу, чтобы дети заинтересовались вот этим. К мечте об открытии своей студии искусств она относится с особенным трепетом. Заниматься любимым делом самой и учить этому подрастающее поколение. Так, чтобы Ингушская школа искусств обрела популярность за пределами региона. Как поделилась Зарема, Ингушетия полна талантами. Нужно всего лишь их найти и направить. Адамир Ижков, Умар Газдиев, Новости 24.